Так называемую оптимизацию маршрутной сети сочинцы заметили и прочувствовали с начала нового года. На некоторых автобусах поменялись номера, добавились новые, а в некоторых районах маршрутов и вовсе не стало. Так изменились номера автобусов, курсирующих в Лазаревский район. Бывший 153-й стал 81-м, а 155-й Ка – 75-м. Оба эти маршрута стали городскими, а значит, теперь в них действует льготный проездной билет. В ближайшее время будет решен вопрос и об увеличении количества автобусов по 77-му маршруту. Кстати, все они считаются многотарифными, стоимость проезда в них осталась прежней. Как был проезд в 153-м, 155-м Ка, так он сохранился на 81-м, 75-м и 77-м маршруте. Вопрос в том, что будет укрупнение зон. Такого тарифа, как 8-м, 10-м, его, конечно, не будет. Все будет приведено к одному знаменателю – это 22-26 рублей. 26 рублей. Такая стоимость проезда будет во всех городских автобусах. В большинстве тариф с 22 до 26 возрос еще до нового года. Это так называемые коммерческие перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу и сами его устанавливают. В середине марта стоимость проезда уравняется и на муниципальном транспорте, в которых тариф регулируется мэрией. Тарифы, если поднять статистику и быть объективным и честным, сейчас они поднимаются не только в Краснодаре и Сочи, поднимаются вообще у нас по стране, во многих городах. И я думаю, первая причина, она всем абсолютно понятна. Здесь-то даже нет никакой привязки к инфляции. Я знаю, что там есть вопрос, что больше, чем инфляция. Но помимо инфляции у нас цены на топливо поднялись примерно на 15-20% за последний, менее чем год, давайте честно говорить. Отсюда поднялись цены не только на топливо, но и на другие горючие смазочные материалы. Ну и, соответственно, на все остальное. Запчасти, которые тоже необходимы автобусами и так далее и тому подобное. Уже сейчас на улицах города стало больше новых автобусов. Старые марки Hyundai полностью исчезнут с дорог к лету. Вместе с заменой машин добавляются новые маршруты. Так, из центра Сочи и Адлера до Красной Поляны теперь можно добраться на 105-м Э и 135-м Э. Это экспрессные маршруты, которые курсируют по дублеру курортного проспекта. А значит, сокращается время в пути. Еще один новый маршрут курсирует из центра Сочи в головинку под номером 76. Также в центре Сочи появилась двадцатка. Она связывает Макаренко и завокзальный район. Этот маршрут был по просьбе жителей для, в основном, пожилых жителей нашего города. Связывает, собственно, больничный городок и микрорайоны. Кроме того, запланированы еще два новых маршрута, по которым будет проведен конкурс. Это маршрут номер 123 внутри Мацесты. И также новый маршрут из часть совхоза Адлерского района в центр города Сочи на четвертую больницу. Актуальное расписание автобусов можно найти на сайте администрации города и в мобильном приложении sochi.transport. Там же в режиме онлайн отображаются все автобусы по маршрутам. Тем не менее, возможны сбои. Связано это с передачей данных через ГЛОНАСС, который был установлен больше пяти лет назад. Над устранением этой проблемы сейчас проводится работа. Некорректно информацию отображают и электронные табло, установленные к Чемпионату мира по футболу. Дело в том, что контракт с обслуживающей их компанией закончился. А взять на свой баланс город пока их не может. Придется, может быть, и выключить. Пока у нас не появится финансирование, это только городской бюджет. Не заложены деньги на их эксплуатацию, скажем так, и обслуживание. Но планируется, что в ближайшем времени это будет. То будем надеяться, что к лету они заработают. Еще одно нововведение в рамках оптимизации маршрутной сети – введение карт оплаты проезда. Проще говоря, расплачиваться в автобусах сочинцы будут по такой же системе, как в Москве. Она исключит прямую передачу денег водителю. Пассажиры смогут платить за проезд транспортной картой или своей банковской. Причем безналичная оплата обойдется дешевле, чем наличный расчет. Специальное оборудование появится во всех автобусах уже к концу апреля.